Улыбка Отличное знание английского языка Это было основным требованием при отборе волонтеров Принимались во внимание и такие качества Как коммуникабельность Способность быстро реагировать на поставленные задачи Дружелюбное отношение к гостям Учитывался и опыт, полученный на больших соревнованиях Я не могу сказать, что волонтеры, например, участвовавшие В других международных спортивных мероприятиях Обладали приоритетом при отборе Но тем не менее мы брали в расчет тех ребят Которые активно участвуют в волонтерской деятельности Нашей области Для того, чтобы каким-то образом поощрить их И вывести на другой уровень Чтобы они могли набраться опыта уже на международной арене волонтерской Отборочная комиссия провела колоссальную работу И немалая заслуга в этом не только волонтерского центра САФУ Но и Дома молодежи Который оплатил билеты всем участникам делегации Все-таки мировой уровень Желающих было очень много То есть первый этап это информационное освещение И прием заявок В СМИ УСНО по телефону Как только могли, так и обрабатывали И второй момент это по направлению делегации Именно в Казань и обратно Ну и обратно архангельских волонтеров Тоже ждут не с пустыми руками Вот поскольку здесь в основном девчонки едут Да, девочки У нас будут выступать пловцы За Российскую Федерацию Болейте так, как вы умеете Как умеет болеть сборная болельщиков Российской Федерации за своих Ну и привозите к нам новых пловцов Для того, чтобы готовить и готовить Резерв для нашей Родины С 24 июля по 9 августа В Казани пройдет 16-й всемирный чемпионат По водным видам спорта В котором примут участие более 2000 спортсменов 1800 официальных лиц из 120 стран мира Работа по их размещению, питанию, транспортировке И участии в соревновании Ляжет на плечи волонтеров Напомню, что на первом этапе Было 400 претендентов Отправляетесь в Казань Вы 21 человек 20 девчонок И один юноша Очень показательные А два все-таки Это уже лучше Причем 16 Это студенты САФУ И 5 человек Это представители Архангельской области Трое из которых Это люди красивого, уважаемого, серебряного возраста Сегодня на счету Центра подготовки волонтеров САФУ Более 500 спортивных мероприятий Российского и международного уровня Здравствуйте Проходите, пожалуйста, на трибуну туда Универсиада в Казани Кубок мира по биатлону в Хантамансийске Чемпионат России по лыжным гонкам в Малиновке Вторая Всероссийская зимняя универсиада Соревнования Формулы-1 Тестовые соревнования в Сочи Эстафета Паралимпийского и Олимпийского огня Зимняя Олимпиада И Паралимпийские игры Славовидящие люди, да? Съезжали по склону, представляете? Склон, да, высоченный съезжают И был режим молчания И вот абсолютная тишина на трибунах Представляете, вот такой вот И вот когда он финиширует, сразу вот все Там немцы, австрийцы, русские Все хлопают аплодисменты Такой шум сразу Все так радуются Понимаете, вот такая дружба всеобщая Это прямо за слез Валя Рашева руководитель волонтерской группы Имея за плечами опыт работы на соревнованиях в Сочи, Казани И зимней Олимпиаде Обрела множество друзей Ну, есть такая традиция, что когда волонтеры Или, может быть, спортсмены приезжают на крупные международные соревнования Они чем-то обмениваются Или дарят, преподносят какие-то подарки Мои, может быть, произведения искусства не настолько богаты Но это барсик Также это различные пловцы И просто такие членки И символы чемпионата Это символ хайдайвинга Прыжков с вышки Это вид спорта, который совсем новый в этом году Алексей Макеев, Дмитрий Коротов Медиа-центр САФО Арктический мост Медиа-центр САФО